Здравствуйте, меня зовут Мария Щейковская. Я врач, кардиолог, аритмолог, реабилитолог. Сегодня мы говорим про одну из самых частых выполняемых операций в кардиологии, в кардиохирургии. Это аортокоронарное шунтирование и обсуждаем мы ее с Комаровым Романом Николаевичем, доктором медицинских наук, профессором, директором клиники сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского медицинского университета. Здравствуйте, Роман. Добрый день, Мария. Рад вас видеть опять и большой поклон нашим зрителям. Роман, теперь то, что называется малоинвазивная АКШ, мы с вами идем по пути уменьшения какого-то хирургического вмешательства и хирургической агрессии. Отбросили на предыдущем этапе аппарат искусственного кровообращения, на следующем этапе мы отбрасываем большой разрез грудины. Пожалуйста, расскажите подробнее, как вообще возможно сделать такую серьезную, наверное, операцию, не видя сердца, не видя эти сосуды. Это действительно очень важный, интересный вопрос, который задают пациенты. Ребра созданы человеком не только для того, чтобы его сделать из Адама и так далее. Есть межреберные промежутки, то есть это свободные от костей участки грудной клетки, через которые можно проникнуть в грудную клетку и в полость перикарда, там где находится наше сердце, и через эти межреберные промежутки выполнить ту же самую операцию, которая обычно делается с распилом грудной клетки полностью. То есть это полость, в которую вводятся некие инструменты, благодаря которым хирург может увидеть, что находится внутри, в частности видеокамера и рабочие инструменты. Вот эти технологии, они могут заменить стернотомию. Ну, то есть, я хочу даже показать, вот, например, малоинвазивный инструмент, вот видите, он крутится, малоинвазивный инструмент. Сравните с пальцем по размеру, пожалуйста. Смотрите, вот межреберие наше, да, как говорится, показать на пальцах, вот межреберие, инструмент вводится между ребер и начинаются некоторые действия, но в частности вот это ножницы. Для этого не надо разрезать много, для этого достаточно сделать лишь прокол. Вот это торкоскопический инструмент. Я хочу прояснить для наших зрителей, что мини-инвазивная процедура коронарного шунтирования, это операция не когда хирург через маленький разрез глазом смотрит на сосуд. Когда он смотрит на сосуд и делает все свои манипуляции, глядя на экран, а камера у нас находится в грудной клетке. В грудную клетку вводится такая микровидеокамера, которая одновременно переносит то, что находится внутри грудной клетки, на большой монитор телевизора, и визуализация, наверное, в 5, в 7, в 10 раз более качественная, чем хирург смотрит своим глазом, потому что это делается под увеличением. Хочу сразу тоже уточнить, что классическая АКШ, когда хирург непосредственно глазами смотрит на сердце, на сосуды, она выполняется в двух, скажем так, техниках. Наверное, самое распространенное, когда хирург использует все-таки увеличительные очки, потому что вот вы показывали, ну, там примерно на модели масштаб сохранен, что все-таки сосуды очень маленькие, инструменты тоже очень маленькие. Так вот, хирург использует или же очки увеличительные, которые во сколько раз увеличивают изображение? Стандартно в кардиохирургии традиционной мы используем увеличение от 3,5 до 5,5. Ну, вот я оперирую в основном 4,5 увеличение. Так, а бывают такие подходы, такие хирурги, которые оперируют с микроскопическими стойками, то есть когда они смотрят тоже... Микроскоп. Да, в окуляры, как у подводной лодки, только у них камера вот эта вот, все направлено в рану, и они оперируют таким образом. То есть там увеличение получается еще больше. Здесь при мини-инвазивной хирургии мы с вами говорим, ну, фактически про то же самое. То есть только хирург смотрит на монитор, при помощи увеличения, да, и камеры, которые находятся в ране, мы видим все то, что мы делаем в большом увеличении, в том, которым нам необходимо. То есть это та же прецизионность, это те же преимущества микроскопа, но без распила груди. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!